так здравствуйте друзья мы с вами присутствую вот здесь здесь у меня написано вверху лекция 227 это осенние зимние весенние летние вебинары с восемнадцатого года по 20 почему тут написано 23 и 24 и того получается 6 лет без практически без пропуска даже праздники мы с вами встречались на своих на 1 ваших экране сегодня у меня 4 марта и неплановый кусочек вебинара сегодня понедельник сегодня будет вебинар 277 а это кусочек выделил почему этот получается так что не успеваем все высказать время поджимает весна скоро давайте кусочек посмотрим наперёд то что которые вы должны были посмотреть ну например месяцем 2 позже потом опять скажет он не успеваем это оказывается опоздали и так вы видите рекламу так здесь не написано есть еще фотографии так здесь написано 300 рублей абрикос манджерский украли мою фотографию ответимая линейка знаменитая фирменная вот и красноярске продавали по 300 рублей саренцы абрикоса из молдавии тысячи кто купил допустим тысячи купила 929 об этом не подозревали данном случае они не стали наглеть кто нагреть я покажу ниже я просто как бы противопоставляю почему провели скромность почему показали фотографию скромнейшие плодами все эти тысячи молдавских они уже давно мертвы деньги давно в молдавии но провели скромность почему красноярск красноярск холодина кто поверит что вот эти вот абрикосы да если украли мои другие фотографии будут там расти вот и скромность вот еще одна тема у нас было я как бы все не могу закончить и так как вырастить 100 тысяч рублей за один сезон так но пойдем дальше допустим кто-то купил у меня тысячу косточек но я все это рассказывал поэтому коротко того же манджурского абрикоса сына и манджурского абрикоса и вырастил допустим восемьсот девятьсот саженцев по 300 рублей это уже почти 300 тысяч 1000 косточек стоит 20 тысяч получится выход 30 тысяч то есть 15 1 рубль вернет 15 рублей но это разовая работа помните как я говорил хотите хитрите у вас там до воды метр не успеет эти абрикосы погибнуть потому что весной вы косточки просили осенью уже продали так вот по 300 может по 500 тыс живете возле мегаполиса и по 1000 рублей продадите того сразу миллион заработать тогда берем вы дальше берем глубже как ну вот сезон закончился а что дальше а дальше вопроса не стали все оставили допустим сотню деревьев и вырастили свой матерский сад матерский сад это беда всей россии сотни плодопитомников не имеют ни одного дерева в саду нет сада вообще есть магазин так кстати мини вот что интересно честность неимоверная магазин только добавляю слово интернет магазин значит вам будут рассылать то что вы увидите на картинках а какие картинки я все покажу но тогда получается так если все-таки вы решили оставили сотню саженцев пророщенных и на второй на третий пятый год у вас будет соблазн часть привить и использовать уже не блядь абрикос это могут быть дикие усырийские груши и вы вырастите сладкие груши вот маньчжурские абрикосы это само собой значит китайские сливы и так хороши а еще привить будут еще роскошнее вот ну и наконец сибирские мои оккультурные яблоки они оккультурные значит у них величайший совместимый с культурными яблоками видите и вот через калет у вас настоящий маточный сад и вы начинаете торговать нескольких вариантах вариант посылок смотрите как пройдет деградация заметьте не деградация а градация то есть начинали как я научил сергея стандартные посылочки в них саженцы довольно приличные но сильно обрезанные это чем все не реже тем лучше приживаемость поэтому это не беда вот это было вот но став 10 лет назад потом никого дам сергей валерьев зелезов вот такие вот теперь посылки высылают вот это класс это лучше что есть в россии если бы видели когда надо берется вот такая посылочка вот такой пизда ли там растет нечто обычно без корней и вот она открывает и ролик снимает из придыхали в господи какое чудо ой 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 вот ну сами сергея железов вы видели вот одно из ваших будущих направлений за свет зациклились на этом давайте это рассылка тут конечно проблем больше но и цены другие у сергей от 1000 до 2 например вот пожалуйста следующий этап это приезжает сказать что сейчас много приезжает нет 1 на собака на 1 2 скастоярска 1 2 минусинска 1 2 шушинска вот на 1 2 саянногорска вот мало 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 но тем не менее это самые уважаемые люди почему осенью вообще замечательно вот наедятся датвала это еще и соберут себе те же яблони груши абрикосы еще и подарки в виде фруктов а потом раз и слегка дышать выкладывает может это полторы тысячи я не знаю почем сейчас сергея насаженцы это классно видите это все двухлетки вот они сразу заплодносится когда этот посадит да по крайней мере зацветут этот способ не приемлем плодопертомника без ночи в саду я вам рассказывал еще раз расскажу крупный предприниматель по мере не называю же царство небесное почему потому что лоханулся капитально и так это 6 гектар или 8 и а сейчас скажу 8 гектар на 6 миллионов накупил саженца ему за все питомники сибирские уральские запретили приезжать это как так нет мы только высылаем и вот когда он получил и посадил это самое настоящее дерьмо фильм я снимал статью опубликовал про это чудо вот и тогда получается следующее значит если вы обратитесь питомник все таких захотите как же самолы кроме заходите иметь сад только вам скажут полипается не приезжайте только вам запретят прямо матом пошли на вот так вот вот и получается вот эта фраза пчелу против меда как может питомник отказаться принять этого как может питомник отказаться принять садовода который везет деньги который тут же без проблем купит это эти не надо а сколько я говорю а выйдет немножечко я специально фильм снимаю почему весна впереди а вот так а мы сводим тазики ведра мы сами выкопаем мы выберем пожалуйста еще и приплатим за это чтобы нашли хрен конечно дождетесь от них согласия но тем не менее почему обычно перекупщики по горшкам и тогда вы увидите уже в горшке осада нет поняли да следующее направление вот видите наняли этот грузовик сейчас сотня полторы кстати обратите внимание уже обрезаны почему вам нельзя доверять господа садоводы простые советские садоводы вам нельзя доверять ой мы сами обрежьте а тут же слезы тут же варен долл нет только обрезанное терять авторитет чтобы не обрезанное посадили по пожалели никто не собирается не железом него и жена татьяна я имею ввиду сына железа я них вон 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 я голопузы стоит занят я контроль всегда нужен так реклама сама собой а у вас еще нет своего сада а он еще только растет пожалуйста говорите косточки от железа семечка железа технология железа вот и если взяли у меня черенки привели конкретно привели конкретный сорт вы называете этот сорт вот кстати это переделана антоновка вот я люблю переделывать они сами переделать так вот значит это получается так антоновка значит а где уже перекупщик с италии не это железа докажите запросто вот телефон железа вот фотография всего сада вот это больше но и рекламы есть реклама куда без нее вот а это просто фотография на всякий случай включил знаете почему вот здесь стопроцентная всхожесть волнечных вишен и ранее положение видите как как хорошо их иметь докупили косточек просили сразу на продажу где купили то у меня конечно схоже заметили вот колонавидные яблони еще немного железа колонавидные яблони от 0 винита колонавидные деревья не только яблони одно из величайших заблуждений в современном садоводстве выродившийся в гигантский лохотрон миллиарды рублей десятки загубленных лет каждого и молчание науки вот это самое страшное вот я подробно останавливаться не буду я сейчас покажу только одну рекламу и будем считать что я вот такими кусочками буду восполнять то что не хватает 20 полчаса на вебинаре вы не хватает тогда вы идем сюда вот сейчас помню куда я хотел зайти тогда вы идем вот сюда так идем сюда теперь мы попадаем 2024 год вот и вот здесь вот я сейчас просто покажу не скажу хотя бы этот кусок вас маленький фильм долги фирма вы сами меня отучили вас чему-нибудь научит вас чему-нибудь научит это уникальная коллекция из десятков тысяч фотографий ни одной не нужно и ни одной не спорная вот а вот привычка там самого низу это все а я где не там лежу значит вот сюда будем листать много не буду и так берем минуточка это вчерашние фотографии это на вебинаре расскажу как надо детей воспитывать так вот мы посмотрели и так сибирский питомник оказался извините почему-то саратовского области да можете сами проверить и я выбрал только колновидные фрукты только колновидные делают сорта дело о чем их природе не существует ни одного там огромный список фотографий все из интернета не будут я выбрал почему именно колновидные кто-то скажет вот 100 100 плода питомников имеют одну и ту же фотографию какой-то из них действительно сделал остальные 99 они просто присвоили и а значит все что продадут будет неправдой то есть и 199 мошенников настоящих продукт не знаю что продают узнаете об этом не знают это как мне с италья валерий константинович дважды женщина с русской фамилии купите крупную партию кто кто не знает железу так вот представляете чтобы пришло на валу полумертвое вот оберки вешать сколько фантазии хватает так вот я уже выбрал только там где волна без скала она видно почему потому что уж тут точно их нет на всей планете ни одного нет вот а не то что где-то кто-то сфотографировал смотрим сейчас окажется полюсу так ребята а это но она так попалась и я не виноват куда же и енда заехал все 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 ребята я сильно не расстроился а то что заехал сейчас все свернешь вернемся и так сибирский питомник который почему-то находится с саратовской области вот ничего не видите для севера выросли в сибири а питомник саратовской области они как-то знаете они живут саратовской области обдумают что мысленно представьте себе что мы в сибири это я не набрали фотографии откуда все из интернета все вот и поехала сальницы колновидных деревьев вот а вы ничего не видите вот фотография вторая фотография 3 фотография 5 нарисованы а как же быть то ведь их же нет природе приходится рисовать вот опять колновидная черешни колновидная а почему я не вижу дерево почему я вижу одну грозочку вот яблони колновидная валюта эта фотография на сотнях этих вот идем дальше груша колновидная черешня снова груша вот идем дальше сверх выгодный комплект какой нахрен выгодно они же все мрут у них же все это замерзнут колонны все это для сибирякам предлагают опять опять давайте смотреть нарисовано уж поверьте мне нарисовано нарисовано и вот это последнее 5 нарисовано а пути как иначе-то чё нам стоит дом построить нарисуем будем жить вот так и будем жить саду нарисовано вы будете вот а цены сбросили 6000 до 1800 1700 до 500 в тройне а почему потому что с каждым годом никто что люди упомнели стали опыте нет просто это все меньше желающих заниматься этим пять раз обманули а вот сейчас шестой раз хрен вы купите человека которого пять раз выросил мертвый сад вот груши колновидная вот она груша колновидная на самом деле рядом с ней это ветка спускается в дерево я уже стараться прикалывался вот видите четвертое нарисовано пятое нарисовано снова получается грецкий орех до 7 да вы знаете что в сибири нет греческих орехов их был 12 поселки черёбушки так хакасии рядом буквально рядом в километре от цены шушенской газ и был один было два когда-то уж я-то знаю 40 лет тут и этот называется на всю себе 12 и вот когда вы купите вот этот грецкий карликовый для сибири вы получите вот это чистое стопроцентное мошенничество опять пошло вот это синики такие слева колновидно опять нарисовали а вот это тоже я показывала которая называлась сейчас скажу вот она вот это видите его украсили так что не узнать название декора а вот здесь его снова но здесь уже по-честному большинство здесь и сотни этих самых авторов как называют этих сайтов большинство отрезает вот так и вот это штамп оказывается его нету и кажется правда холодно а есть фотографии где она ниже а там видно что вот здесь вот тут где это стрелка здесь пустота нету тут никакого этого штампа нету это ветка просто ветка причем у меня поэффектнее найду 50 фотографий где еще гуще эффектнее чем вот это который якобы назвали колновидный опять пошло здесь есть еще знаете как она нарисовано нарисовано вот уже устал я давайте заканчивать разговор а нету ничего опять нарисовано вот 2 нарисовано 3 нарисовано и снова еще вы представляете все это вам предложат ну и наконец сама реклама вот заметьте я не стал говорить какой это питомник специально чтобы не успели где-то там раскопать я убираю эту картинку и так чему вы подошли колновидные яблони классические это значит выброшенные деньги об этом сто раз говорил да 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 в случае если вы захотите вырасти колновидные деревья вам придется смотреть мои фильмы еще не раз покажу специальные подвои для них не дебильные которые называются карликовые подвои палка обросшая искусственными корнями на этом хочу пытаться что-то вырасти вот и груш абрикосов слив черешин вишен персиков на планете нет ни одного благодарю за внимание вот не назвал этот фильм или это самое осторожно двери закрываются это метро осторожно спасайте свои деньги очень придумаем до свидания друзья